Продолжение следует... Как-то не радовались, все грубили и что-то все. И там одна старшая сестра в отделении сказала, у вас все праздники. Думаю, ничего себе. Я как-то так воспринял. А вот я сегодня проснулся и слышу, у нас поварская бригада там трудится, восклицаем, требования, просьбы, там все такое. Ну вот праздник трудится. И вот такая у нас, да, у нас действительно каждый день праздник. Почему? Потому что у нас много, у нас целая церковь. И события эти наши, они накладываются друг на друга, они не успеют еще одно кончиться, другой приходят. Конечно, это все праздники. Если маленькая семейка, там папа, мама, ну если ребенок, там, конечно, маленький праздник. Ну 5-6 праздников в этой семье. А большая, когда семья. Конечно, это много праздников. Поэтому у нас мы постоянно в празднике. И вот она еще сказала, работать что не надо, да? Ну как в празднике работать? В праздник мы трудимся. Я в Москву здесь встал. И вчера поздно лег, и готовился. А вы приехали, это что не труд? А вот поводская бригада, разве это не труд? И любой праздник наш, он труд, труд, но он радостный, он праздничный труд. Труд во славу Божию. Вот пели, разве это не труд? Это два часа. Стараться надо, внимание держать все. Конечно, это труд. Ну какой радостный. И нам радостный, и всем, и Господь, и Ангелский, весь мир радостный. И вот если мы правильно организовываем свою жизнь по-христиански, тогда да, тогда нам все в радость. И всегда праздник. Вот здесь Егумен Стефан, он когда не звонит мне с праздником, я знаю, что переспрашивать с каким, не надо, он будет смеяться. Вот, поэтому я говорю, да, батюшка, с праздником, я тебя поздравляю. А вот люди, которые далеки от церкви, они все недовольны, у них все болит. И вот я сижу там, а подходит один, ему лет 45-50, он говорит, ну вы, наверное, батюшка. Я говорю, да, батюшка, батюшка, что же мне, я вот молюсь, у меня все болит, батюшка, у меня все болит. Это у меня тоже все болит. Ну ты что-то кнычешь, а я что-то не кнычешь. Бог, когда я живу в радости, в празднике, он мне дает переносить эти скорби, наезды все мира, зла легко. Почему? Потому что праздник на душу, потому что я живу с Богом. Вот, и будущее, я ожидаю, светлое. И опять же, не по своим делам. Вот мы вчера читали здесь, спросили апостола, кто может спастись, когда он говорил про юношу, который все соблюдает. Он говорит, оставь, спасешься. Но и этого, кажется, мало, надо еще спастись, должна быть воля Божия. И вот мы, когда апостолу спросили Господа, кто может спастись, что он ответил? Человеком это невозможно. Человеком невозможно. То есть, как бы я ни старался, какое бы у меня звание ни дали, там, люди, церковь, патриарх меня наградил бы, там, ну, еще чем-нибудь таким, самым, великой наградой. Это не спасает человека. Ни дожесть, ничего не спасается. Ни ученость, ни знание, ни мудрость не спасает. Спасает только Бог. А как Он спасает? Своей милостью. Поэтому я, когда в празднике, благодарен Господу за все, что Ты мне посылаешь. Я принимаю Господа и благодарю Тебя. Потому что, что Ты мне посылаешь, это мне во благо. Даже моей болезни и немощи. Иначе, разве меня бы здесь можно было удержать? Конечно, нет. А так я живу здесь и в празднике. И вы приезжаете, получаете здесь праздник. Поэтому Господь милостивый. И мы постоянно как бы должны хотеть этого, хотеть быть с Ним, хотеть быть в праздниках, хотеть спастись, хотеть попасть в рай. Желать. Просить его бы. У нас здесь живет братья, я доволен своим братьям. Хорошо. Смотрю, лица всех стали добрые, человеческие. Но остановились в развитии. А остановились это все. То есть назад покажемся. Появляется грубость. Вчера спросил, какой праздник? Мои братья, которые здесь живут рядом, да вроде бы какой-то. Живой не знает. Ну что это такое? Вот оказывается, не спасаемся, не хотим. Хотим чая, чая. Хотим курить, курим. Но узнать, какой праздник, жить и спасением. Не может человек так жить. И он должен либо идти к Богу, либо катиться в тар-тарары. Не может он, человек, стоять на месте. Не может. Он ходит, он двигается, время идет. Не может. Поэтому надо хотеть жить с Богом, к нему стремиться, а не в тар-тарары. Спасибо Господи. Еще раз всех с праздников поздравляю. Благодетственное, мирное житие, здравие, спасение всем вам. Вашим сторонникам, вашим ближним, всем причастникам. Нашим дорогим певчим, клиросам, алтарникам. Как без них, как без рук. А тут съехались. В рабочий день все оставили, съехались, приехали. Всем вам многое, благая лета.